Конечно, им трудно учить наш язык, и американец мне снова, мой знакомый, задал вопрос. Объясни разницу между «ладно» и «ну ладно». Вот, а вам уже смешно, а мне-то объяснять ему надо было? А вы попробуйте эту разницу объяснить. Их язык для передачи информации, он точнее нашего передает информацию, а наш для выражения обуревающих чувств нас. Ладно, ну ладно, от интонации зависит. Я ему говорю, ладно, это да. Он говорит, а ну ладно, каким я себя придурком почувствовал, когда я ему объяснял, что такое «ну ладно». Я говорю, ну ладно, это не совсем да. Но я добился своего, наши люди начали над ними наконец-то смеяться. Мой знакомый вез американцев по дороге из Шереметьево и превышал скорость. А у них язык точный и мышление точное написано 100 км в час, а он идет 120. Они уже смотрят на него с подозрением. А еще их обгоняют джипы, как будто они вообще на месте стоят. Но у нас язык эмоциональный и жизнь эмоциональная. Вообще никто не смотрит на эти знаки. А американцы смотрят. Они спрашивают у водителя, для кого эти знаки? Готовы? Готовы? А он говорит, сто километров для велосипедистов. А это ребята написали мне с Алтая поехали праздновать пикник. Поехали на пикник. В «Жигулях» у них была еда. Они забыли закрыть двери задней «Жигулей», сами пошли разводить костер туда немножко подальше. А в это время подошла к «Жигулям» корова. Почувствовала, что там еда, просунула голову и стала есть. Вот там в «Жигулях» внутри. А эти выпили пивка уже. Смотрят. Один говорит, смотри, корова наша ест. Один говорит, сейчас я ей дам. И дал. Разбежался и пендаля. Нормально, да? Эта страна не может жить хорошо. Без колясия. А корова, знаете, как делает, когда ей пендали дают? Вот так. Бум! И рогами в крышу. Только наши могут пытаться вытолкнуть корову, толкая ее сзади. Ой, это бесконечно я могу рассказывать. Вот тоже. Только наши могли догадаться. Администрации северного города, северного города за то, что эта администрация разрешила купить им так называемую «довальческую нефть», сделать эксклюзивный, необычный, небанальный подарок. Они подарили этой администрации двух бегемотов. Северному городу. Вольера нет. Пока строили вольер, опустили бегемотов в местную речку, вонючку. Огородили сетями. Сетями. Это не планктон, это бегемоты. Бегемоты прорвали сети и поплыли, как им показалось, в Африку. Вот. А два мужика пошли на рыбалку. Задремали с удочками. Они же выпили, начали на рыбалку ходить. С удочками задремали. У одного клюнуло. Он только один глаз успел открыть. Все. Второй заклинило навечно. Когда он увидел раскрытую пасть бегемоты, вот эту паровозную топку, вот эту вот. И крючочек вот тут зацепил. Он, не предупредив второго, сел на велосипед и погреб педалями в деревню. Но когда клюнуло у второго, он обогнал первого без велосипеда. Троллейбус ехал по Крымскому мосту вечером. Довольно поздно уже. Вечером он, она в троллейбусной романтике целовались на заднем сиденье. Торкнуло ее. Энергетически что-то с нею произошло, с ее энергией. Она, увидев Москву реку внизу, закричала. Дельфины! Даже водитель троллейбуса побежал смотреть к окошке, как это выглядит. А мужик решил поехать на каток, думать, что я там коньки надевать буду. Я в коньках поеду. Все бы было ничего, но он за рулем был. А так нормально. Промахнулся мимо тормоза. Дорожно-транспортное происшествие. Приехала полиция, говорит, мужик, выходи. Мужик в коньках выходит. Они говорят, ну ты молодец, хоть коньки не отбросил. А три мужика курили в окошко на третьем этаже. Во общежитии дело было. Курят и курят. Вот бельгиец, голландец, американец. Ну курят и курят. Пытливость ума не та. А у наших ведь пытливость ума. Они смотрят, внизу канализационный люк. Сразу соображал. Тем более, что дома была гиря 16 килограмм. Уже все смеются. Уже все знают, что дальше можно что-то сделать. Никто в мире, все будут дальше думать. Что можно сделать? Наши сразу. Давай сбросим, посмотрим, пробьет люк или нет. Какая тебе разница? Объясни. Вот эту бы энергию на пользу родине. Не. Бросили, не попали. Пошли за гирей. Тянут ее на третий этаж. Надо же, эксперимент не завершен. Бросили второй раз, не попали. Третий раз. Когда они третий раз проносили гирю мимо вахтерши? Та говорит, больше я вас с гирями наверх не пропущу. Ей же на ум не может прийти, что это одна и та же гиря. Ребята думают, да, гиря не наша, ее возвращать придется. А эксперимент не завершен. Пошли в красный уголок, нашли канат. Привязали гирю к отоплению. Канат оказался короче. Отопление это выдержало. А вот гиря, она так качнулась в районе первого этажа. И исчезла где-то в окошке. Раздался звук такого раздробленного Феликса Железного. Ребята догнались. Для храбрости надо же идти гирю выручать. В конце концов, эксперимент не завершен ведь. Вычислили, куда попала гиря. Я не могу без смеха дальше рассказывать. Они приходят, а там сидят в комнате три бледных пацана. Бледных, бледных. И курят в долгий затяг. Причем они настолько бледные, что бледная поганка, это просто на их фоне, это розовый поросенок. И в затяг курят. А эти спрашивают, мужики, у вас тут гиря не пролетала? Эти затянувшись говорят, посмотри в холодильнике. В холодильнике пробив дверцу, на полке стоит гиря. А один вообще, у него такая, у него паркинсон на всем организме, и он не разговаривает вообще. Эти спрашивают, он что глухонемой? А эти говорят, нет, он пять минут назад койку переставил с этого места.